Май двоих детей Дельбар-Ниязова, как и сотни других жителей микроэна Майэтас, вынуждены ежедневно наносить воду из родника возле реки Бадам. В большей радости Дельбар сегодня у родника немноголюдно. Да и подобраться в сухую погоду сюда гораздо проще. Ночью дождик был, мы теперь даже к ней подобраться не можем. Кружечку берем и наливаем. Ну, думали, сейчас так наберем и не получается, потому что вода вся грязная. И как вот нам быть? Такие муки, по словам местных жителей, продолжаются несколько дней. Причина отключения довольно странная. Мы относимся к городу Чемкенту сейчас на данный момент. С Ленгерой их всех уволили. Перешли они в Чемкент на баланс. Но до сих пор, до конца их принять не могут. Почему-то. Ребята зарплату уже восьмой месяц, оказывается, не получают. Они не хотят работать за такую зарплату, за пять тысяч. Три дня у нас не было воды. Отключили воду ребята. За то, что не дали им зарплату. И отключили воду. Остались мы три дня без воды. С такой несправедливостью жители Маятаса не согласны. Горожане начали бить тревогу. На встречу с недовольными жителями и работниками водоканала приехал руководитель отдела ЖКХ. Выяснилось, что причиной отсутствия воды послужила не задержка заработной платы сотрудникам, а аварийная ситуация на линии. Мол, соврать пришлось, чтобы жители не докучали своими звонками и жалобами. По факту мы проводили ремонтные работы в районе села Шатых. Ну а жителям микроорона Маятаса мы сказали, что нам не платят заработную плату, чтобы они не надоедали нам. Мы ремонтные работы проводили на протяжении суток. Помимо отсутствия питьевой воды в районе с 24 многоэтажными домами, остаётся нерешённым вопрос и работа канализационной системы. Зловонные истоки пробиваются через переполненные люки на детскую игровую и спортивную площадки. О проблемах в Маятасе мы знаем, и они находятся под контролем Акима города. Со дня присоединения населённого пункта к городу прошло два года. Мы уже подготовили проектно-сметную документацию на ремонт местного водозаборного сооружения и канализационной системы. Проект находится на рассмотрении Государственной экспертной комиссии. В мае мы ожидаем получить результаты, и после чего будет рассматриваться вопрос о выделении бюджетных средств. Пока городское руководство рассматривает вопрос выделения средств на ремонтные работы, канализационные истоки бегут прямиком в Бадам. По словам местных жителей, в последний раз звук работающей насосной станции, откачивающей истоки, раздавался здесь более 15 лет назад. Сегодня помпа пришла в негодность. Кстати, после беседы с руководством отдела ЖКХ воду местным жителям подключили. Возможно, и вопрос с канализацией не стоит откладывать в столь долгий ящик. Или для его решения вновь потребуется сход жителей и приезд журналистов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова